20 человек погибли из-за свиного гриппа. 13 регионов России борются с эпидемией. Из города в город заболевание передается железнодорожным и авиационным путями. Когда медики ждут пандемии и насколько опасен новый вирус H1N1, репортаж Юлии Лебедевой. С малышкой по магазинам не ходите, старайтесь, если гулять, в гордом одиночестве, чтобы ни с кем не контактировать, не поймать над вами вирус гриппа. В Красноярске край эпидемии гриппа пока еще нет, но медики уже насторожены. Вирус гриппа H1N1 с поэтическим названием «Калифорния», больше известный как свиной, уже унес больше 20 жизней. В Украине жертв около сотни. Среди жертв штамма H1N1 в России 26-летняя беременная женщина, 80-летний пенсионер, 3-летний ребенок. И, как отмечают медики, никто из тяжело заболевших пациентов не был привит. А прогнозы, между тем, неутешительные. Эксперты ВОЗ и российские специалисты считают, что эпидемия будет тяжелой. Поэтому, если вы не привились, то еще не поздно подстраховаться от бактериальных осложнений. С этой целью мы рекомендуем детям от рождения до 2 лет прививку привинар. И от 2 лет и далее для всех возрастных категорий пневмо 23. Прививаться уже поздно. Сроки вышли в декабре прошлого года. Сейчас остается только пристально следить за здоровьем. В группе риска дети, люди с избыточным весом и хроническими легочными заболеваниями. Самое главное не заниматься самолечением. То есть самое главное, когда вы почувствовали себя накануне плохо, не надо идти на работу. Больным и нельзя ходить на работу. Детей больных в детский сад отправлять не надо. Потому что данный вид гриппа, который вы сказали, пандемический он у нас называется, он развивается очень остро. То есть люди идут с нарастающей клиникой. Калифорнийский грипп очень быстро переходит в пневмонию. И это самое страшное ослаждение. Оно затем перетекает в пневмонию вирусную. И человек просто не может дышать. Летальный исход возможен в течение суток. Для него характерно выраженный интоксикационный синдром в виде лихорадки 38-39. Заложенности носа, першения в горле, кашель может появиться у пациентов. И это уже должно насторожить на то, что у пациента не просто респираторная инфекция, а именно грипп. У пандемического варианта еще, если мы вспомним 9-й год, еще дополнительно был жидкий стул. Не у большого числа пациентов, а где-то процентов 14-15% пациентов еще к этим симптомам добавлялся вот именно жидкий стул. Что иногда расценивалось как, допустим, кишечная какая-то инфекция. Вот здесь находятся термометры, маски и дезинфицирующие средства для осмотра контактных в вагоне пассажирского поезда тех, кто контактировал с инфекционным больным. 60 термометров, масок и контейнеров ровно на вагон. Вокзал и аэропорт – главная зона риска. Грипп привозят из соседних регионов. Высокая температура у пассажира уже повод сообщить начальнику поезда, а затем на ближайшую станцию. Наша главная задача – заподозрить, выявить это заболевание и локализовать очаг. То есть, если мы выявляем такого больного в пассажирском поезде, мы его изолируем и госпитализируем. На железной дороге работают в особом режиме с 2009 года, когда впервые услышали о свином гриппе. Эпидемии пандемии, говорят медики, избежать будет сложно. Вирус ждут, как только начнет теплеть. Юлия Лебедева, Владимир Фетисов, 7 канал, новости.